у массивных горячих звезд гораздо более драматичная и тяжелая жизнь чем у солнца но давайте начнем с рассмотрения биографии нашего солнца начиная примерно с пяти миллиардов лет назад когда она сформировалась из материнского газа между звездами высвобождение гравитационной энергии делает звезду постепенно более горячей по мере падения материала но этого запаса энергии хватает не очень долго резервы ядерной энергии не вступают в игру до тех пор пока в самом центре водород не начнет вступать в реакцию или сгорать как мы свободно говорим с образованием гелия его излучение образуется в центре и выходит на поверхность именно так выглядит солнце сейчас на полпути своей активной жизни но в конце концов у него закончится топливо в центре она начнет еще больше сжигать водород и превратиться в красного гиганта затем центр станет достаточно горячим чтобы гелий вступил в реакцию звезда сжигает свой пепел она внезапно перестраивается прежде чем снова начать расти в этой фазе солнце проглотит землю сейчас ей не хватает топлива затем поверхностные слои сдуваются образуя то что мы называем планетарной туманностью но остальная часть звезды жимается образуя очень маленького и горячего белого карлика сгоревшая без остатка энергии она просто остывает по прошествии миллиардов лет она просто превращается в груду мертвого пепла а теперь давайте рассмотрим более массивную звезду предположим что звезда в 15 раз массивнее солнца она начинает свою жизнь примерно также как и наше солнце используя гравитационную энергию для нагрева своих медр но гравитация делает ее внутренности намного горячее она расширяется в 60 раз быстрее чем солнце и как мы увидим в конце концов она становится достаточно горячей чтобы гораздо полнее использовать возможное ядерное топливо огромное тепло первоначально выделяющиеся при коллапсе в гравитацию довольно быстро распространяется по всей звезде поверхность становится очень горячей звезда в конце концов начинает сжигать водород в большом ядре в течение большей части жизни звезды но когда заканчивается водородное топливо начинается ядерное сжигание более тяжелых элементов образуется гелий образующий углерод и кислород которые также сгорают затем неон магний кремний в конце концов образуется железо которое не может сгорать в ядерных реакций ядро внезапно охлаждается оно разрушается и образуется сверхновое внешнее тело звезды разрушена ядерным взрывом и унесено в космос астрономы долгое время думали что то что остается в конце такого ядерного взрыва это белый карлик та очень плотная звезда о которой мы говорили ранее с плотностью тонны на чайную ложку вы можете подумать что это достаточно плотно но теперь кажется что то что может остаться в конце такого взрыва это вовсе не белый карлик а нейтронная звезда звезда с невероятной плотностью атомного ядра это в некотором смысле самый большой атом в мире он настолько плотный что эквивалентная плотность была бы если бы вы жали землю до размера около 100 ярдов в поперечнике чтобы понять почему идеи быстро меняются мы должны рассмотреть историю пульсара пульсирующего радиоисточника обнаруженного в кембридже в прошлом году вы помните этот ритм с самого начала программы мы тогда находились на острове пуэрто-рико где замечательный радиотелескоп управляемый корнеллским университетом зафиксировал пульсар он находится здесь на высоте 500 футов над землей антенна соберите радиоволны чтобы стать членом очень эксклюзивного клуба пульсаров вам нужен большой радиотелескоп а здесь варисиба у них самый чувствительный из всех огромное блюдо диаметром 1000 футов вырезанные из естественного кратера оно улавливает биение пульсара поначалу все в чем астрономы могли быть уверены так это в том что любая обычная звезда слишком велика чтобы производить такие резкие импульсы варисиба работой над пульсарами руководит фрэнк дрейк наблюдать за пульсарами все равно что слушать симфонию бетховена есть ритм самих импульсов а внутри импульсов сложный узор иногда на одной частоте иногда на другой точно так же как в мелодии музыкальной композиции все это дает нам ключ к разгадке того что такое пульсары безусловно это очень маленькие звезды звезды которые разрушились под действием собственного гравитационного притяжения до огромной плотности шесть месяцев назад никто не мог связать пульсары с каким-либо другим объектом на небе прорыв произошел с этим радиотелескопом милс кросс из сиднейского университета замеченным в малонглобле и сканберры плечи антенны имеют длину в милю он быстро опередил все другие обсерватории по количеству обнаруженных пульсаров но одно из самых ранних сообщений которые он получил было исключительно важным это также был первый успех оса охотника за пульсарами майкла ларджа я обычно приезжаю сюда из сиднея расстояние 200 миль на машине и однажды когда я ехал вниз у меня возникло очень сильное предчувствие что мне следует установить антенну на склонение 46 эти графики рассчитаны на три часа и чтобы не потерять ни минуты возможного времени зои я установил кровать в лаборатории и проснулся каждые три часа ужасно трудно заснуть когда знаешь что тебя разбудит через три часа я делал это каждую ночь и днем конечно тоже наблюдал в течение двух полных дней и ночей и концу этого времени я чувствовал отчаянную усталость у меня было такое чувство как будто я занимался этим две недели а потом однажды около 7 часов утра как раз перед завтраком я обнаружил эту запись на самописца моем первом пульсаре я был в шоке по этому поводу и не раздумывая я позвонил профессору милсу моему боссу в сидней и рассказал ему об этом он конечно был доволен но позже в тот же день он позвонил мне дико взволнованный я и не подозревал об этом но это моя часть располагалась очень близко к центру сверхновой бернард милс из сиднея немедленно передал эту новость томми голду из корнеллского университета я тоже был дико взволнован когда услышал об этом открытие милс прислал мне телеграмму здесь была связь между сверхновыми и пульсарами очень важная связь которая стала еще яснее когда 300-футовая антенна в гринбанке в западной вирджинии зафиксировала импульсы со стороны крабовидной туманности большая тарелка национальной радиоастрономической обсерватории обнаружила пульсар среди остатков взорвавшейся звезды но не смогла отследить его чтобы измерить частоту пульса астрономы гринбанк попросили своих коллег с 1000-футовым телескопом варисиба протянуть руку помощи у радиоастрономов варисиба была своя собственная программа охоты на пульсары они быстро переключили ее на пульсар в крабовидной туманности были проанализированы записи радиоизлучения из этой части неба пульсар явно двигался намного быстрее чем любой из обнаруженных ранее это само по себе было очень важно джон вот один из них который выглядит довольно разумно что вы пытаетесь продать на этот раз джон этот ролик находится в нужном месте на обоих каналах и на нем не видно всплеска помех который закончился бы примерно здесь если бы это было не более чем помехой где здесь верхний канал прямо сейчас верхний канал это нижний джон камела обнаружил что объект в крабовидной туманности пульсирует 30 раз в секунду звезда самого компактного из уже известных типов белый карлик не могла работать так быстро астрономы арисиба также обнаружили что этот пульсар заметно замедляется это открытие дало большой толчок теории о том что пульсары представляют собой совершенно новое состояние материи звезду раздавленную до фантастической плотности атомного ядра нейтронную звезду в течение года радиотелескопы открывали новые пульсары в среднем по одному каждые две недели но в течение всего 1968 года астрономы оптики тщетно пытались с помощью гигантских телескопов обнаружить какие-либо видимые импульсы одной пасмурной ночью в начале 1969 года небольшой телескоп в обсерватории стюарта аризонского университета зафиксировал первый видимый пульсар двое мужчин которые никогда раньше не пользовались телескопом американец джон кок и англичанин майкл дисней заметили пульсар в крабовидной туманности руководитель команды дональд тейлор отсутствовал в ту ночь по случайности астрономы оставили микрофон включенным в свой магнитофон сохранив таким образом беспрецедентную запись открытия то что вы видите реконструировано то что вы слышите это реальный разговор астронома в исторический момент она растет вот и все о боже у нас получилось это кровоточащий пульс это так не так ли это боже какой чертовски хороший пульс по-моему это так не так ли это просто подойдите и посмотрите на это здесь внизу хорошо это так кровавый пульс не так ли это черт возьми это кровавый пульсар это исторический момент я надеюсь что теперь все в порядке об этом уже говорили 700 человек вспышки 30 раз в секунду точно совпадают с радиоимпульсами один теоретик который всегда настаивал на том что только сильно раздавленные нейтронные звезды могут объяснить феноменальные пульсары это томми голд я думаю происходит примерно следующее магнитное поле звезды действует подобно спицам колеса в центре которого находится сама нейтронная звезда любой газ вытекающий из звезды будет вынужден вытекать вдоль спиц этого колеса теперь нейтронная звезда может вращаться удивительно быстро он может вращаться примерно со скоростью тысячи раз в секунду следовательно спицы проносятся не очень далеко от самой нейтральной звезды почти со скоростью света поэтому любой газ попавший на них будет ускорен до этих очень высоких скоростей теперь мы понимаем что высокоскоростной газ движущийся таким образом будет излучать как в радиодиапазоне так и в видимом свете и то и другое было видно по пульсарам способ генерации импульсов я думаю похож на свет маяка где вал вращается а луч света поворачивается вокруг и заставляет наблюдателя видеть импульсы вы можете использовать так называемую нейтронную звезду в качестве центра вашей модели пульсаров но для физика ядерщика вопрос в том как заставить нейтронную звезду работать мы недостаточно знаем ядерную физику для вилли фаулера и других экспертов идея о том что пульсары это нейтронные звезды является источником волнения и споров здесь мы находимся на собрании ведущих астрономов со всего мира в далласе штат техас нам есть о чем поспорить один из посетителей приехал из москвы джозеф шкловский джеффри бёрбидж астроном английского происхождения сейчас он в сан-диего физика неопределенно даже ядерная физика является неопределенной потому что плотности в несколько раз превышают те которые мы можем наблюдать в реальной ядерной энергетике на самом деле они могут быть такими они могут быть в 10 раз больше на звездах должно быть что-то огромное а в шкафчике в кембридже вы писали бумагу который не могло быть я так и не закончил эту работу я так и не закончил ее но вы всегда должны идти этим путем но дело в том что в ней есть вращение и поэтому то на что вы действительно смотрите это то что сформировалось во вращающейся среде и так если вы возьмете разрушающийся большой объект он достаточно вращается и вы вернете к старому аргументу который у нас был тогда возможно он распадется как вы можете быть уверены что остаток остаток сильного взрыва например является нейтронной звездой возможно это белый карлик возможно остаток не достигает плотности необходимой для нейтронной звезды так что же сейчас происходит с этим районом девушка которая подняла весь этот шум вокруг пульсаров Джоселин Белл была студенткой исследователем в Кембридже Англия присмотритесь повнимательнее к другой области сейчас она замужем и посещает своего бывшего учителя Энтони Хьюиша в обсерватории Маларда где она впервые заметила неожиданные импульсы с неба в августе 1967 года когда они снова появились в ноябре того года Хьюиш возглавил успешное расследование я думаю что теперь это так Тони потому что когда я уходила казалось что там будут какие-то белые карлики это было в октябре самое интересное что Джон Камела Варисиба засек этот пульсар крабовидной туманности мигающий 30 раз в секунду да это быстро это очень быстро на самом деле оно движется оно вспыхивает так быстро что разлетелось бы на куски если бы это был белый карлик так что я думаю мы можем забыть обо всех белых карликах и сосредоточиться на нейтронных звездах а будут ли нейтронные звезды удовлетворять всем остальным особенностям или другим особым свойствам ну это будет немного тяжелая работа для теоретиков это первое реальное доказательство того что нейтронные звезды существуют крабовидная туманность раскрыла свою величайшую тайну с момента открытия обсерватории Стюарта мы теперь знаем что в центре облака звезда давно известная по фотографиям мигает 30 раз в секунду это та что находится в середине круга самая удивительная звезда когда-либо открытая и там на данный момент в астрономии кроется тайна поскольку ваша яркая и крошная искра освещает путешественника в темноте хотя я не знаю кто вы такой мерцайте мерцайте маленький стиль такой прогресс с пульсарами за считанные месяцы замечательная история успеха для астрономов по последним данным обнаружено около трех десятков пульсаров астрономы очень хотели бы добиться такого же хорошего прогресса с еще более удивительными объектами квазары глубокая загадка на протяжении шести лет и это то к чему мы обратимся дальше это уведет нас в глубины вселенной пульсары лежат среди звезд нашей собственной галактики млечного пути квазары находятся гораздо дальше в царстве других галактик галактики это огромные скопления звезд которые разбросаны в пространстве и времени на расстоянии миллионов световых лет сотен тысяч миллионов световых лет другими словами наши телескопы это машины времени свету от далеких галактик потребовалось так много времени чтобы добраться до нас что мы видим вселенную такой какой она была миллиарды лет назад самые дальние или самые старые объекты которые могут видеть астрономы это квазары они видны на таких больших расстояниях потому что они невероятно яркие намного ярче галактик но в то же время они намного меньше галактик и очень похожи на звезды они квазизвездные звездоподобные по внешнему виду вот почему их называют квазарами это пожалуй самые бурные события которые можно наблюдать во вселенной но прежде чем мы всерьез рассмотрим эту историю и ее последствия мы собираемся взять тайм-аут на следующие десять минут чтобы просто сопровождать одного из великих астрономов нашего времени когда он отправляется на работу в паломар на холмах калифорнии молодой голландский астроном был первым человеком осознавшим фантастическую мощь квазаров шесть лет спустя он продолжает их исследовать он отпросился у своей семьи чтобы провести четыре ночи у телескопа мартин шмидт я заинтересовался астрономии когда мне было около 12 лет у меня есть дядя астроном любитель и по моему в 1942 году он показал мне свой телескоп и несколько объектов таких как луна двойные звезды и несколько планет он сказал мне тогда что я могу сконструировать свой собственный телескоп используя два объектива один с большим фокусным расстоянием другой с коротким фокусным расстоянием и установив их в трубу когда я вернулся из отпуска я сделал это и написал ему сказал билл этот маленький телескоп и что мне с ним делать затем он посоветовал мне купить небольшую книжку о том что можно увидеть на небе и это действительно то как я начал заниматься астрономии как астроном любитель у меня никогда не было телескопа размером больше двух целых четырех десятых дюйма очевидно что это большое изменение и безусловно для меня большая честь иметь возможность пользоваться самым большим телескопом из существующих мартин шмидт один из 16 астрономов в мире которым выпала честь регулярно пользоваться двухсотюймовым телескопом другие могут быть допущены в качестве временных посетителей в течение 20 лет поломарский телескоп был самым зорким глазом во вселенной я помню когда я впервые вошел в купол башни около 10 или 12 лет назад телескоп произвел на меня глубокое впечатление и я стоял в благоговейном страхе глядя вверх около пяти минут теперь когда я вхожу я выхожу из двери лифта я подхожу к клетке для наблюдений кисогейна и теперь я понимаю что иногда даже не проверяю там телескоп или нет сегодня вечером погода выглядит довольно хороший я дам вам координаты объектов по мере их появления и я думаю что мы начнем с четырех объектов класса с четыре объекта класса с четыре объекта класса с который шмидт должен исследовать сегодня вечером являются видимыми квазарами перечисленными в четвертом кембриджском каталоге радиоисточников он будет работать в клетке за стеклом весом 35 тонн который образует зеркало телескопа диаметром 200 дюймов не все мои коллеги носят шлем в этой клетке но обычно они выходят окровавленными шмидт заряжает камеру она запишет пятно света с расстояния 8000 миллионов световых лет на краю видимой вселенной в клетке находится электронное оборудование она значительно ускоряет работу телескопа быстрее регистрируя слабые огоньки она сокращает время экспозиции фотографий с часов до минут но оборудование тяжелое вот почему он должен быть установлен в этом положении прямо за зеркалом чтобы как можно меньше нарушать хрупкое равновесие большого телескопа когда он качается на своем креплении гэри алло давайте перейдем к четырем си 25 часов 54 минуты си 25 целых пятьдесят одна тысяч четыреста пятьдесят восемь один две тысячи четыреста пятьдесят восемь плюс 25 41911 плюс 25 4511 4911 4911 верно вы готовы да кричатая Продолжение следует... Даже у Мартина Шмидта норма времени на телескопе составляет всего около 30 ночей в году. Он не теряет времени даром. Астрономия — это не только наука, но и искусство. Астроном-наблюдатель ставит свою репутацию на то, как он работает у телескопа. Гэри? Да, Мартин? Давайте начнем с этого. Десять минут, пожалуйста. Прекрасно, и вы ушли в 6.36. Хорошо. Мастерство наблюдателя — это вопрос оценки того, как наилучшим образом использовать сложные и дорогостоящие оборудования, и как интерпретировать результаты, которые оно дает. Позвольте мне привести вам данные для этого. Хорошо, готовы. Решетка 26. Угол 31 градус. Щель 8 на 80. Щель 8 на 82. Я покажу вам это позже. Спасибо вам. Большой телескоп работает неприятно близко к пределу своих возможностей. Эта работа требует концентрации. Сегодня вечером сцена выглядит довольно хорошо. Не так ли? Я думаю, что сейчас около трех. Три. Астроном должен следить за тем, чтобы условия видимости не ухудшились сегодня вечером, затеняя черты лица и свет, который прошел еще до образования Земли. Гэри. Да. Не могли бы вы принести мне немного музыки, пожалуйста? Вы можете сказать? Да, пожалуйста. Минутку. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Такая гармония есть в бессмертных душах, но пока это грязное одеяние разложения грубо закрывает ее, мы не можем ее услышать. Мы не можем ее услышать. Добро пожаловать в Казахстан! За эти четыре ночи Шмидт сделал 44 маленьких снимка, подобных этому. Свет квазаров разделился в соответствии с его длинными волн. Позади меня вы можете видеть то, что изображено на этой крошечной пластинке, если смотреть на нее под мощным увеличительным стеклом. Шесть лет назад такой спектр стал поворотным моментом в астрономии. Шмидт получил его от Квазара, первого точно обнаруженного радиоастрономами в Паркс Австралии. Шмидт ломал голову над спектром в течение шести недель. В этом не было никакого смысла. Затем, 5 февраля 1963 года, он понял. Он распознал группу линий, но они были полностью смещены к красному концу спектра. В ту ночь я вернулся домой в состоянии недоверия. Я сказал своей жене, что это ужасно. Сегодня произошло нечто невероятное. Субтитры сделал DimaTorzok